Здравствуйте, уважаемые студенты! Предмет специальная технология. Преподаватель Колобаева Айна Ибраимбаевна. Тема урока декоративно-художественная отделка поверхности по трафарету. Цель урока знать декоративно-художественную отделку, понимать различия в области их использования по трафарету, уметь выбирать краску и набивку рисунка в соответствии с технологическими требованиями. Первые образцы трафаретных росписей можно найти на Востоке, в Китае и Японии, среди самых древних сохранившихся трафаретных росписей стены пещеры Тысячи Буд в Западном Китае. Трафареты много сотен лет используют для изготовления знаменитых японских тканей. На ткань через трафарет накладывается специальная рисовая паста. Затем кистью или губкой наносится краска, которая не прокрашивает пропитанный пастой рисунок и трафарет переносит на новый участок ткани. В середине 15 века трафареты привезли с Востока в Европу. Сначала они появились во Франции, где их использовали для раскрашивания черно-белых гравюр, тканей и игральных карт. Также трафаретами использовались для того, чтобы ускорить переписывание книг и первой книгой, распечатанной с помощью трафаретов была Библия. Трафареты используются для потолков, пола, окон, ванной, кухни, для одежды и мебели. Правила работы с трафаретами. Чтобы краска не затекала за трафарет и не испортить рисунок, наносится очень тонкий слой краски. Для получения более насыщенного цвета нужно наносить несколько слоев. При переносе трафарета на новое место следить, чтобы не нарушить ритм рисунка. Если переносить трафарет несколько раз, то необходимо следить за тем, чтобы на нем не накапливалась краска, очищать трафарет. При использовании нескольких цветов применять губки отдельно для каждого цвета. Ниже вы видите инструменты для изготовления трафарета и нанесения краски через трафарет. Материалы, акриловая краска и калеровочная паста необходимых цветов, хозяйственная губка, одноразовая тарелка. Техника набивки рисунка. Первая разметка горизонтальных направляющих линий, закрепление трафарета, затем набивка рисунка. Перенос трафарета и набивка повторного рисунка. При использовании нескольких цветов сначала нанести все элементы одного цвета и дать краске высохнуть. Требования к окрашенной поверхности по трафарету. Обратная краска распыляется вокруг закрытого участка стены. Виды трафаретов одноцветные в одну краску. Многоцветные используют для набивки рисунка в несколько красок. Для каждого цвета используют отдельный трафарет. Объемные для шпатлевки. Трафарет с перемычками. Стиль трафаретов. Трафареты фруктов и ягод. Модерн. Трафареты изображающие птиц. Трафареты классических стилей. На морские темы. Трафареты для украшения потолков. Отделка поверхностей. горизонтальный орнамент бордюра на стене. И смещение красок. Перед тем, как приступить к работе, необходимо ознакомиться и выполнить все требования по технике безопасности. изучение нового материала. Задание. Первое. Это прослушать и просмотреть видеоурок. Задание второе. Что такое трафарет? Виды трафаретов. Задание третье. Найти перевод заданных ниже слов. Критерии оценивания. Критерии оценивания у нас идут пятерки, четверки и тройки. Оценки. Критерии оценивания. Надеюсь, сегодня у вас настроение супер для изучения данной темы и выполнения заданий. С вами была Колобая Война. Спасибо за внимание.